Итак, ребята, мы спускаемся в ад на земле. Ну, точнее, на режим DarkRP, чтобы было понятнее. Вот мне интересно, как вот это вот поубирать. Оно меня уже почему-то раздражает чуть-чуть. Я хочу поиграть, а не сорить акции. Что это было? Что за Яндекс.Колонка бегает по серверу? О, правила оскорблений. Оскорбление игроков и кланов за гранью RP. Оскорбление игроков и кланов во время нон-РП какого-то процесса. Оскорбление путем задавания вопросов, ты тупой, тоже считается за нарушение правил. Сука, а если я хочу уточнить, тупой человек или нет, чтобы мне как-то было... Ну, по-другому надо было подстроиться под диалог с ним, чтобы он был со мной на одной волне. Или я с ним на одной волне. Сука, хотя мы оба тупые, если мы играем на DarkRP. Тут... Тогда сразу обоим заочно ОСК выдавать надо. Ух ты. И что? И что? Ну и что дальше? Чё это было, нахуй? Бля, пиздец. Сука, не хочешь в одном эксперименте поучаствовать? Не, я тут и так участвую в одном эксперименте. За 700 рублей сменять имя? Ладно, погоняем с этим именем. Мне нетрудно, собственно говоря. Не так уж оно мне и нужно имя менять. Ну, чё-то пока жалобу не принимают. Я админку получить тут не могу. В общем, такая ситуация. Я с человеком бегал, разговаривал. Чё-то он начал меня оскорблять, я его тоже. Потом он пробежался по городу, достал оружие и убил меня. Не знаю, ты ко мне тэплся раньше. Не смог. Ладно, давайте не об этом сейчас. Там логи есть. Да, давай, вот, Steam ID того, кто меня убил. Жалоба, жалоба, жалоба. Люди, видишь, вот, полетает, большая транспорта. Ну, так, не отвлекайся, просто Steam ID тэпни вот этот сюда. И узнаем, зачем он меня убил. У тебя демонстрация экрана есть ещё? Блин, как хорошо говорить, когда у тебя не заложен нос. Ну, да, да, да. Вот он, кажется, был. С ДБшки меня убил он. Привет, я там на жалобе, вообще-то, в админ-зоне. Верни меня обратно. Меня админ какой-то тэпнул и просит у меня денег. Зачем? Не всё ведь может быть идеальным, правильно, ребята? Так и тут. Первая часть ролика, надеюсь, она будет не особо большая. Вы посмотрите на то, как я подаю жалобы и не понимаю, что на серваке происходит. Дело в том, что куда бы я ни вышел, обязательно в течение, может быть, минуты я встречу какое-то нарушение, но не на все жалобы админы отвечают, хотя их очень много на серваке. Затем проблема кроется ещё в другом. В том, что у меня нет админки, а когда она появилась, мне ещё нужно было отыграть около двух часов на серваке, чтобы я мог пользоваться профой администратора. И из-за этого процент наказанных игроков очень и очень низкий получился. Тупо потому, что админы либо не принимают жалобы, либо какие-то, не знаю, правила странные получаются, что можно делать те вещи, которые в нормальном мире нормальный человек не будет делать. Ну, например, тот самый мэр, который сейчас у вас появится на экранах. Он вместо того, чтобы работать по своей профессии, раздавать лицензии, делать нормальные законы, он делает хуйню вместо законов и начинает бегать под препаратами просто так по прикову. У кого лицензию можно получить? Здравствуйте. Мне нужна лицензия. Дайте лицензию, постойте. Дайте лицензию, я от вас отстану. Хорошо. Пойдём ещё раз попробуем получить лицензию. Чувствую, я лицо хухуй получу тут. Всё. Что? В общем, суть такая. За мэром пишут законы, которые, ну, априори должны быть, ну, узаканивают те вещи, которые должны быть априори незаконны. Например, наркотические вещества и так далее. Тогда какой смысл работать нелегальным каким-нибудь метаварщиком и т.д. Я написал, что наркотические вещества разрешены только у себя дома, т.е. хамать их. Ну, тогда и производить их у себя дома тоже можно, да? Не, арбай, не перебивай меня, пожалуйста. Я и так ни херена не слышу, потому что они тут договариваются. Не перебивай меня, я тебе ещё раз говорю. Тебе деньги дать? Админ будет заниматься вообще жалобой, нет? Ну, чё за хуйня? Так, я тут, да, я тут, я тут. Я слышу, но смотри. В общем, в чём смысл делать легальными вещества, если профессия, которая изготавливает эти вещества, нелегально, это, да, по такой логике прописать в законах ещё то, что изготовление этих веществ у себя дома разрешено. Чё за бред? Есть определённая роль. Она только может продавать наркотики. И только через неё возможно получать наркотики. И на этом всё по-другому вообще не как нельзя. Да, а каким образом тогда продавец получает товар? Метаварщик, профессия, это мед. Каким образом он получает товар? Ну, вот каким он? Из кармана просто берёт по щелчку генерирует, по-твоему? Нет. Его изготавливают сначала. Нет, покупают из других стран. Тогда здесь нахрена эти два метаварщика? Чё за прет? Ты сейчас пытаешься отмазаться, что покупают другие страны. Ну, это ПРП здесь нету такого, что этим метаварщикам кто-то завозит это. ПРП нету такого-то, что когда ты к мэру приходишь за лицензией, он просто берёт, принимает какой-то препарат и убегает с двустволкой в руках по городу. Вот этого ПРП не бывает. А это у меня, кстати, есть на демке. Давай, давай, смотри, тогда я... Он тебя что, убил же ещё? И кто тебя убил? Нет. Меня никто не убивал, я жалуюсь на ННРП, что он такие законы прописывает. Сейчас, 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 сейчас. Я понял, сейчас, секундочку. Подожди, ты меня сейчас пытаешься скинуть жалобу на моё нелогическое поведение. Если я его забаню сейчас, он кинет на меня тикет, меня снимут. За что тебя снимут, если ты его по факту накажешь? За что тебе её снимать, если ты человека за реальное нарушение наказываешь? Насчёт этого, хочу высказать своё прекрасное мнение, которое, ну, нафиг никому не нужно. Раньше, раньше, вроде как, стандартный закон нельзя было изменять. Сейчас, можно. Насчёт закончили, на наркотиков ничего и сказано, тем более. Учитывая это, можно... То есть я закрываю жалобу, всё, да? Друг, получается. Всё, я закрываю жалобу. А почему? По какой причине он, блядь, закрыл жалобу? Что за хуйня, ёб твою мать, блядь? Мэр в законы пишет про наркотики. Админ на похуй разобрал жалобу. Ещё успел с кем-то поговорить и с другим админом. Выдать ему там деньги или что-то такое. И, да, потом он просто прибегает к нам, резко говорит, я закрываю жалобу. Возвращает меня и всё, и закрыта жалоба. Во-первых, тот администратор, который следил за вами, это был я. Раньше нельзя было изменить стандартные законы. Нельзя было изменить законы в целом. То есть добавляют только нужные законы, действительно, которые не очевидны. Которые будут по РП подходить. Сейчас, сейчас, так можно делать. Вопросы ещё остались. Так, можно нелегал весь легализовать или что? Нет. Ну так он это сделал. Не совсем, я сказал. Почему не совсем? А что у него там? Разрешение только у себя дома. Вот, видишь, не совсем. Только у себя дома он написал. А, изготавливать... Хорошо, хорошо. А у меня вопрос такой. А если я разрешу изготовление только у себя дома? Так или иначе, это уже, считается, действие РП. А если вы считаете, что РП, ПФП, то, наверное, сговорение наркотиков, это... Ну, незаконно, как бы, да? То... АЭС, незаконно, то есть... В смысле? Ну, так я же в законах пропишу то, что изготовление, сбыт и прочее разрешены у себя дома. Так нельзя. А почему нельзя? А в чём прикол тогда просто, скажем, ты зайдёшь за метоварщика, зайдёшь, вышли спокойно у себя метдом. Так нельзя. Потому что нужно хотя бы немного какой-то опасности меньше, по факту. Как бы, скажите так, что твои жалобы, это, помните, боже, нельзя кидать, потому что это жалобы. Что? Нельзя кидать жалобы? Почему? Я чё-то не помню такое, чё-то кто-то говорил о них, да? Ну, не сути, короче, неважно. Приятная игра на своей РП не нарушает, всё будет хорошее. Я не понял, что ты сказал вообще. В смысле не кидать жалобы? Да что за нахуй, я не понимаю, чё тут происходит? Ёб вашу мать, блядь, да чё за пиздец, они могут понятнее разговаривать? Ай, блядь! К стене, к стене, к стене. Блядь, такое мослое, блядь. Не надо. Лицензия есть? Да, у него есть лицензия. Да, 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 да. Показывай. Было невыносимо трудно, но я всё же нашёл, как подобраться к челикам на этом серваке. А именно, какой интересный байт я понял. В правилах написано то, что мафия, по факту, это Робин Гуды, которые могут защищать любого человека от какого-то грабителя, или же от полицейского, который хочет их арестовать. Но есть одно нет. Есть два но. Первое, это то, что должно всё это происходить без свидетелей. То есть то, что вы бахаете какого-то челика, этого никто не должен видеть. А второй нюанс заключается в том, что у микробандитов на Дарк РП почему-то устоявшееся мнение, что если какой-то полицейский просто стоит и разговаривает с каким-то челиком, не полицейским, то он по-любому хочет его арестовать. И именно на этом мы будем вывозить любую жалобу, связанную с Нон РП или же Фрикелом. То есть вы понимаете, насколько это простецкое решение. Вам не нужно никого реально арестовывать. Вам не нужно ничего строить. Вам просто нужно бегать и разговаривать. Большего не нужно. Достаточно спросить про лицензию и всё. Я же не арестовывал его, правильно? Я только проверял лицензию. Привет. Да, забирай. Приказал ему встать лицом к стене и хотел проверить его у него всего лишь лицензию. То есть речи об аресте не было ещё никакой. Человек меня убил и всё. А вы его, типа, достали оружие и сказали лицом к стене. Куда же такое? Ну, конечно, конечно. Я увидел у человека того, кто меня убил именно. Я же должен понимать, что я точно знал. Ты улетишь за Фрикел и за обман администрации. Вот за это. Покажите за демки. Я не хочу тебе показывать. А вы арестовывали или просто лицензию? Я у него спрашивал, есть ли лицензия. И он говорит, есть. Я говорю, ну, показывай. Я же на демке, получается, включу, там было слышно, получается, что... Я говорю, показывай лицензию. А он подходит, берёт меня, убивает. Я понял. А, я ещё и подхожу к тебе, убивает, да? Не, я даже тебе не верю. Слышь, ты туда, администрация. Ты сказал, что уже, короче, репорт открыт, и ты меня куда-то обратно отвёрз. Да нет, он не закрыт был, мы просто пошли демку смотреть, пока ты пошёл играть дальше. Я, нет, я сказал, я вас вернул, пока мы смотрим демку. Но у него с памятью, походу, плохо. А, да чё? Спасибо. А, если я закрываю, а вы жалоба? Да, да. К стене. Домой иду. К стене. Это, кстати, общественное место, это сочетается. К стене. Неподчимение. Блядь, я домой иду, гений. А что случилось? Алё. Здорово, я тебе угрожал оружием, ты не слушался. И что, с этого, ну ты же меня арестовал. Ну, да, у тебя ещё выходит ФРРП, и зачем ты с оружием бежал по городу? Боялся со своей жизнью. Боялся чего? Боюсь со своей жизнью. Ты бежишь напротив полицейского участка и боишься за свою жизнь. Нон-РП, просто так, зачем бегать с оружием? Алло. Алло. Я говорю, Нон-РП и ФРРП у тебя. Я видел эту ситуацию. А ФРРП это что? Это начало... Блядь! Бля, ёбаный в рот. Сутки оружием. Заткни пасть нахуй. Не перебивайте. Сука, 36 часов онлайна, ёбаный в рот, блядь. Что за дегенерация, ёб твою мать? А что такое эфир РП, блядь? Ну, примерно вот такие вот второсортные жалобы у меня получились. И это 90% из того, что было. Да нет, даже 95. Просто потому что, бля, откровенно тупые челики попадаются. Что на ментах, что на госах. Да вообще на всех профессиях. Взять того же самого челика из предыдущей жалобы, которая рассказывала о том, что такого не было. И вот он в момент улетает за фрикилл и обман администрации. Обман заключался в том, что он говорил, что не было такого, он не помнит. Сука, они поголовно не помнят, что происходило секунд 20 назад. И вот эти вот жалобы я как раз успеваю подавать за 5-10 секунд, как только что-то происходит и меня тут же тэпают. Они за это время умудряются забыть, что произошло. Знаете почему? А потому что тут, сука, постоянно какая-то хуйня происходит. Потому что для них вот это вот подеймит друг друга по приколу или же по какой-то другой хуйне, которую они считают не нарушением, это плевое дело абсолютно. И еще отмечу то, что вышеописанное, это еще до начала войны с Амбреллой. Как только начинается война с Амбреллой, это полный пиздец. Ребята, тушите свет. Мои впечатления от каждой буквально жалобы за это время, это как будто я зашел на центральный рынок в Ростове-на-Дону. У меня всегда такое ощущение, что меня кто-то хочет где-то в чем-то наебать. Все, давай, петька на пол. Давай, бегом. Сука, ты мне руку завязал, которая дотянуться, не могу, развяжи меня, я тебе дам деньги, блядь. Нет, давай, бегом. Ну я тебе тогда нихрена не дам, я не могу руки двигать. Нормально, нет? Ладно, иди купайся, дурочка. Ой, блядь, какие ебанутые, просто блядь. Red Nettles. Блядь. Что это за хуйня? Ты что, на зоу и пиране жрут? Нет, меня как бы жрет сейчас голод. Да по хуйню. Умер бы. Что ты все равно сделаешь? У меня суть такая жалоба. Работраговка Red Nettles них. Получается, среди города меня взял, завязал, пока там люди ходили, унес в какую-то подземку и начал там меня грабить, хотя он этого не может делать по правилам. Он дамку вообще показал. Дамку того, что ты меня украл посреди города и просил, получается, у меня деньги. Точнее, грабил меня. Ты этого не можешь делать. Ну, покажи по правилам, где такое написано. Ну, почитай правила профессии. Написано, что ты не можешь грабить. Там описаны действия, которые тебе разрешены. Ну, скажи мне, какое правило, скажи, какое. Правила твоей профессии. Скажи, какие. Правила твоей профессии. Давай, говори, какие. Я тебе не буду ничего говорить, я не админ, а человек, который пожаловался. Он ведь не может грабить за роботруговку, правильно? Он в укромных местах, в укромных местах могу грабить. Ладно, признаю его на банти. Банти, банти, признаю его на банти. Бля, единственное, что мне остается, это реально просто бегать, жалобы подавать. Потому что я сам не могу нихуя абсолютно сделать. Вот, блядь, вообще ничего не могу сделать. Я не могу админа профу взять, потому что мне нужно 10 часов тут играть. Мне осталось до этого барьера 2 часа пройти или около того. Ну, или полтора, не знаю. Блядь, эти полтора часа, это будет как 100 лет. Ну и шо ты, ствол достал? Угроза жизни. Сука, у них мозг есть, ёб вашу мать, куда я попал, блядь, чё они делают здесь? Ну это просто пиздец, он бегает вокруг меня. Как обезьяна ебаная какая-то. С этим дабл баррелом, блядским, и смотрит на меня. Чё за нахуй? Тарас, блядь, помоги, гос! К стене, к стене, к стене. К хуй, блядь, я тебя... Ты гений, я вам хорошо вводить сейчас. К стене. Ты гений, я тебя просто хотел вывезти, что, блядь, ты прошёл. Не починить, я. Не починить, я свидетель банкир. Сейчас освобожу тебя. Да, давай, спасибо. К стене. К стене, к стене, к стене. Привет, сейчас айдишник кину, вот тот человек, который не слушался приказов, достал оружие и нарушил ФРРП, убил меня. ФРРП у тебя нарушен, ты зачем оружие в ответ достал? Так я вообще спиной к тебе бежал, я оружие достал, развернулся и убил тебя. Ну, у тебя кто просил это делать? Ну, захотел, сделал. Ну, это ФРРП, вот и всё. Нет. Ну, в смысле, это не ФРРП? ФРРП было бы, если бы, я бы уже стоял у стены и потом бы достал оружие. Ты же меня в наручнике не закрываешь, ничего. Ты в зоне прямой видимости моей находишься, я тебя постоянно наблюдал и ты достал оружие в ответ на моё. Что? Ну, это ФРРП. Не ФРРП. Пусть админаритают. Ну, хочешь, сажай, ладно. Пиздец, просто железная логика. К стене. Буду очень сильно признателен, я благодарен вам. Буду сильно признателен, благодарен. Сейчас, обычно. Да я домой шёл, дайте мне домой. Аба, аба, спустя. Памеха, спустя. Ну, охуели, я только вышел, блин. Я буду признателен. К стене, встаньте, пожалуйста. Скажи все благополучные слова. Уберите оружие и к стене. Чё ты? Я? Да, вы. Чё ты его прессуешь? Это не я уже, это вот, пистолею. Чё ты его прессуешь? Чё, тебя сейчас закопаю, помнил? Я тебя сейчас закопаю, отстанет. Понял? Сука, КД на наручники, ёбаный в рот, блядь. Это чё за нахуй? Сука, я ни на одном серваке себя таким кастрированным, блядь, не ощущал игроком, как тут. Бля, я понимаю, КД на наказание, там, на баны нужно минуту, полминуты подождать, когда ты чела наказываешь. Но не, блядь, постоянно на какой-то мув в игре. Убери, нахуй, к стене. К стене. Полиция, полиция. Он пытался меня грабить. Он мне сказал, что это у стены с каким-то оружием. Уйди отсюда, не мешай обыску. Лицензия есть? А там не написано то, что нужно, это... Лицензия есть, я спрашиваю, не написано. Сил, давай. Стои. Нет лицензии. Где, блядь, не написано, что нахуй не написано, пиздец? В законах не написано, что на оружие лицензия нужна? Где, блядь, такое государство, где оружие без лицензии даётся? Вот одно хотя бы такое адекватное государство покажите, пожалуйста. К стене, я говорю, к стене, ало, ты чё, тупой, или ты не слышишь, блядь? Я не слышу это. Неподчинение. К стене. К стене, раз, два. Ну вот. Блядь, да это просто... Не, нахуй, тут нету никакого, блядь, ар... Я отвечаю, не выкупаю, как они, блядь, отыгрывают. Убери оружие, убери оружие, убери. Ты убери, ты убери. Неподчинение, блядь. Ты убери, блядь. Ебанулся совсем, бегаешь по городу с оружием, блядь, чего ты ждёшь? Убери оружие лицом к стене. К стене, к стене, к стене раз, к стене два. Э, ты тупой? Зачем ты меня убил? В мой дом пробрались люди, блядь. Ебанулся. Нахуй, я, су, это... Закрой ебало своё. Блядь, ты просто, ты выходишь, и у тебя сразу нарушение какое-то. Здравствуйте, мой жалов. Привет, зачем убил? В какую киллзону? Киллзона какая, где? А тебя до этого шо убивали там. И ты тут же пришёл. Ну это шо и убили? Почему убиваете, если вы даже на двери было не прописано? Бля, не игроки, а NPC какие-то отсталые. Которые запрограммированы на то, чтобы хуйней страдать. У вас нарушено правило 3.1 плюс 3.3. Спасибо. Я просто уже молча ЖБ подаю. Привет, меня только что убили, я не понял, за что и зачем. Тепни человека. Это всё проходило в общественном месте. Да. Зачем убили молодого человека? Когда я тебя убил? Только что. Это было... Только что. Что? Только что. Только что, я в то сплавную ходил. В ОЗПУ ты начал стрелять. Чего, ещё раз? Зачем убил возле ПУ? О, это рядом, где? Возле ПУ. Зачем ты убил? Да, как раз, глокал, ебашь. Ну, ответ будет, за что убил? Кого убил? Меня, ты что, тупой, блядь? Или ты не понимаешь, зачем тебя тепнули? Причины. Ебанат какой-то, блядь. На вопросы не хочет отвечать. Причина? Зачем? Причина убийства молодого человека. Того молодого человека? Да, да. За что убил? За то. То, что... Он плохо. Что плохо, блядь? Что ты несёшь? Всё, что у вас есть в доме. Идите на улицу гулять. Вы бы тебе забанят. Ебанат отсталый, блядь. Какой-то просто пиздец. Пиздец. Это таких тут человек 40 или больше, да? Просто нахуй нет слов, блядь. Я не знаю, как на эту хуйню реагировать. Они такие отсталые, блядь, что просто... Ну, не подобрать слова. Комментарии нахуй излишни. Вот просто... Зачем? Привет. Меня убил какой-то чел за мафию. Только что с ДБ. Или нет, не с ДБ. Просто мафия какая-то была. Здравствуйте. Важало. Зачем убил? Зачем убили? Меня. Кого ещё? Его, его. Так. Блядь. Только что. Было меньше минуты назад. Это только что было. Вот как я написал, вот это вот тогда и произошло. В бедном районе. Причин не было никакой. Что мафия? Что ты за набор слов пишешь? Сука, тут однояйцевые на мафии играют или что? Пойди, моя доска. Вот он, ядрил ее, твои ска. Я нажал, а верни меня обратно. Он не даёт нормального ответа, он опять дебила делает, как предыдущий. Как? Что мне надо? Прям пиздец. Ну как можно не помнить? Он только что меня бахнул, блядь, в бедном районе и убежал. Что демка есть? Я не понимаю. Я только... Ты только что меня убил. Как ты, блядь, этого не помнить не можешь? Блядь, смех и слезы. Я играю на Дарк РТ. Причина какая была? Ты, блядь, просто ведешь, видишь, что спиной к тебе идет дальше куда-то от тебя полицейский, ты его убиваешь. Нахуя? Нету, блядь, причин никаких, потому что ты просто так по РДМить, блядь. А, я мафия, мне можно. Ты, блядь, за мафию, ты, смотри, за мафию тебя не дает права убивать. Да, мне такое ощущение, что он не только за мафию, он и за мефию, блядь, и за мефедронию, блядь, играет. Это пиздец. Давай, буй, за треточкой. Я с каждой жалобой ваху из людей, которые играют в Дарк РП. Это, сука, это даже, понимаете, не грустно, не некомфортно. Это пиздец, нахуй. Нахуй пошел. Ну, хотя бы так, блядь. Я так и знал, что это пиздец. Ты просто будешь стоять, с тобой какая-то хуйня произойдет. Шестое чувство сработало под названием третье лицо. Сука, тут только так и играть, блядь, по-другому никак. Ну, тут я решил немножечко проникнуться местной культурой под названием ПВП на даблбарреллах. Обычно причины этого ПВП даже на прошлых серваках у меня хоть немножечко дообоснованы. Ну, какой-нибудь обыск, наверное. Или же какой-нибудь рейд ограбления человека, которое прервалось неожиданным появлением полицейских. А здесь ПВПшиться надо просто, чтобы, блядь, не умереть. Ну, вы, наверное, уже заметили по ролику, что если ты просто выходишь и гуляешь по серваку в любой части карты, то риски быть четвертованным местными долбоебами увеличиваются до 100%. Пугает не сама эта обстановка, то, что это типа РП, а пугает то, что таких банят, но их от этого меньше не становится. Блядь, что за нафига? Я управляю, я это добрал из чего, так что и меняю. Блядь, за что нахуй? Действительно, ты при полицейском убил нахуй человека, и ты удивляешься, что тебя сажают, блядь, в тюрьму. К стене. К стене. К стене. Какой? Этой? К стене. Этой стене? Я не сушу. Слышу к стене. Слышу к стене. Феррер П у Абсолюта, и у того чела, кто меня убил, наверное, фрекил будет, посмотри по логам. Смотри, за мафией можно спасать этот арест. А его никто еще не собирался арестовывать. Я еще ничего не сказал такого, чтобы там арестнуть и все. Я сказал остановиться, к стене встать и все. Он начал из себя дурака делать и, не слушаясь приказов, забегает в общагу, спрашивает, к какой стене, и убегает домой. Но он, получается, идет в сторону общаги, я его хочу остановить. И он начинает от меня убегать дальше, в сторону общаги, и в нее забегает, спрашивая постоянно, к какой стене, у меня потом убивает его друг. У него там что-то микрофон лагает, не пойму, это у него вы смотрели, что? Я не слышал вообще. Ну как, я слышал, что ты не слышал? Как ты не слышал, если ты отвечал нам на как раз мою просьбу к стене встать? Ты спрашивал, к какой стене, к вот этой или к вот этой? Чего ты начинаешь придуривать? Ну так у тебя, как я говорю, у тебя вайс-мот немножко лагает. Ну я тебе не конкретно говорю, к какой-то стене встать, просто говорю, встань к стене и все. Так я встал к стене, а потом тебя мой друг расстрелял. Нет, ты не встал, ты начал бегать туда-сюда по общаге. Я встал, я встал к стене встал. Но ты должен был встать на улице, а не забегать в общагу. Тебе никто не говорил туда забегать. Тебе угрожали оружие. Круто. Круто. Феррп. Какой феррп? Ну, получается, вот тогда еще и банда Гросс Стрет оювляют войну меру. Причина жажда власти. Иногда изымальную конвенсацию. А, нет. Ты сначала говоришь, что ты его не слышал. Он мне повторю, повторю. Это уже говорил, как в отчасти нет. Ну, получается, вот в заплуждение. Да я что тебе говорю? Нет, он мне говорил это, но я с первого раза не услышал. Да там было достаточно времени, ты начал убегать домой. 3.5 или 4.5? Нет. Дайте мне денег дам, пожалуйста. Не-не-не, не хочу деньги. Ну, блин, мне там столько пропов стоит. Пуху мне на твои проповеди. Мусора, пидарас. Согласен. Ну, НРП, байтит полицию. На тебя, НРП, ты провоцируешь полицию оскорблениями, чтобы за тобой погнались. Так делать нельзя. Я никого не этот. Ты кричал, мусора, пидарасы. Ну, и что? Ну, это оскорбление без какой-либо причины для того, чтобы забатить полицию. А я убегал, меня кто-то ставил лисом к стене. Да какая мне разница, ты просто это сделал. Офни этот клонфиш, я не слышу вообще, что ты говоришь. Половину из твоих слов. Я говорю, какая мне разница, кто за тобой бежал, не бежал. Ты просто это сделал. Я не слышу тебя. Половину твоих слов я тебе не понимаю. Ты можешь офнуть его? О, сын шлюхи. Да, 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 сын шлюхи. Офни клонфиш, я тебя, блядской матери, твои зубы выбью. Да, зубы выбью. Ебаный NPC, который с прищепкой на носу читает под копирку, долбоёб. Завали, ебала, под копирку твоя мать читает просто. Да, что она читает под копирку? Ну вот, давай, твоя мать, твоя мать, что она, блядь? Да у тебя, блядь, одна и та же записка, как у кучи других долбоёбов. Ты неандерталец, блядь, ебаный. Ты сейчас на колене встану прям, да. Ты со своим клонфишем сейчас на колене встану. На колене прям, да? Прям на колене, да? Да, да. Охуеть. Прям на колене. Я твоей матери зубы выбью, ебаная. Завтра ночью. А что новое, можно зубы выбью? Чё-то больше нечего выбивать, блядь. А что другое? Больше нечего выбивать. Что другое? Что нечего выбивать, твоей матери нет зубов? Зубов. Твоей матери нет зубов, чё? Зубов. Ну да, зубов. Всё так много, да? Сука, какой ты тупой, блядь. Чё ты за хуйню несёшь? Даже не можешь нормальное предложение построить. О чём нахуй речь? Это такая душнила, я тебе говорю. Душнила? Маме зубы выбью. Тупая душнила просто. Тебя даже не... Чё ты там выбьешь, ты же не дотянешься, ебаный карлик просто никчёмный. О чём речь? Сколько ты ростом, сколько ты ростом, давай, ну-ка, пиздони. Три метра нахуй. Три метра? Да, я три метра, я тебя просто нахуй раздавлю ногой. Иди тё, ебаный. Долбоёб. Ты же если ударишь, блядь, что-то ты руку нахуй сломаешь. Ты тяжелее совописюна сантиметрового, нихуя в руках не держал больше. Да куда там, блядь? Да куда там. Кофки клонфиш, ты же сейчас на коленочке встанешь. Это чё-то не получается пока на колени встать, я не знаю почему. Да я тебя всем унижаю, блюдище, ебаная. Ну никак у тебя это не получается. Вот что-то ты пытаешься, пытаешься, ты постоянно какой-то поток хуни несёшь и всё. Откату тебе есть, ну-ка, а расскажешь по откату? Ну, кто там мать мою первую воскнул? Я тебе сказал, что ты душнила, ебаная. Это даже, грубо говоря, не такое сильное оскорбление. Ты меня там чё-то про мать начал распёздывать, так что завали свою ебасу с дном, ебаный. Да, постой, подожди, это я сказал первый, да? Это точно я сказал первый? Плюс обман, отлично, всё, моя задача выполнена. Что за задача? Ну, у тебя теперь помимо НОНРП, так же ещё и обман администрации. Ага, ну ты завтра снимешься, я тебе говорю. Завтра снимешься, хорошо, хорошо. Ваше мнение очень важно для нас, вам перезвонят. Вы можете все свои недовольства о моей семье, о чём угодно, выразить по горячей линии. Ну, долбоёбно, правило, можешь быстрее открывать, или компьютер не тянет. По листочку А4 считал оскорбление. Он себе эту хуйню в листочек и записал, блядь. У вас выходит 40 минут за НОНРП и обман администрации, всего доброго. Обман администрации показываю на демке, покажи мне обман администрации. Не покажу. Ну, долбоёбно, ты же понимаешь, что ты снимешься просто. Я сниму. Не покажу. Поплачь ещё, чтобы я тебе показал. Покажи, покажи мне обман, покажи. Хуесос сидит, блядь, за админкой скрывается. Пошли в Дискорд, ты же там на коленочке встанешь просто и мне будешь умолять, чтобы я тебя не оскорблял. Это что-то новое, умолять, чтобы я тебя не оскорблял. Так она готова, я просто слушаю, может что-то новое будет. Может ты другой листочек, стикер достанешь с фразами, блядь, заготовленными. Кроме того, что там в Дискорд пойдёшь, то что маме зубы выбьют. я могу себе позволить это нет а ты дурачок могу себе позволить админку купить я тоже могу позволить так ты бомж у тебя админка хуже чем моя она ниже рангом ты бомж ты малоимущий что что нищий нищий Ты малоимущий, нищий, челить Нет, я так не делаю Я не пропиваю деньги мамы Да ну не, каждый мужик должен делать Пропивать деньги мамы на самом деле Если ты этого не делаешь, ты не мужик Я пропиваю Я говорю, если ты этого не делаешь, ты не мужик Ты не можешь им называться Тебя нужно просто кастрировать После того, как ты это сказал Просто моментально Столько ты обронил слово об этом Тебе нужно просто разбить голову битой, нахуй И все Про тебя можно забыть ты после этого человека мужиком не считаешься. Единственное, что ты делаешь, это просто орёшь в монитор, и всё. Что ты там зубы выбьешь кому-то. Монитору? Монитору выбьешь зубы? У монитора зубов нету, пиздец. А тебе разрешён клоунфиш? Новое что-то будет, блядь. Разрешён клоунфиш? Ты чё нахуй, в десятом году застрял? Клоунфиш, блядь. Ещё скажи, не в дискорд, а в скайп пойдём. Богом забыто уебан, застрявший в десятом году. Закрой пасть на пыль. Позорище. Да, да. Листок ищешь, блядь? Стикер с новыми фразами? Или ты до сих пор ещё от Албани отлепил старый листок с дерьмом, а? Ебанат NPC с прищепкой на носу. Скучно, да? Зашёл в грисмодик поиграть. Дома нет никого, потому что все на работе, все, блядь, на трассе, да, рассованы. У всех дело есть, кроме тебя. Один ты, нахуй, никому не нужен. Зашёл в грисмодик поиграть, а тут вот незадача. Нонрп у тебя всего лишь нашли, у бедняги. Всё, заглох пиздец. Удачи. Да, на колени, на колени, на колени, блядь. Ты стоишь всю жалобу на них, блядь. Стоишь всю жалобу. Сын, блядя, Мефедроновый. Закрой пасть. Я тебе колени простреливал, ублюдок. Как я тогда бы на них встал, если ты простреливал, ты тупой, нахуй. Ну, давай что-то новое. Я даю тебе время, чтобы ты листочек достал новый. Да, нахуй, бля. Мне прострелили ещё бан от Вива, от проверки. Давай банде, пойду поиграем во что-то другое. Всё, блядь, затроил, слился, понятно. Да, да, слился. Небальник свой закрой. Небальник, мужичка. Чё ты запинаешься? Чё такое? Чё троишь-то? Чё глохнешь? Чё такое? Не знаю, захотелось. Что тебе, хуём по челюсти мало давали? Плохо работает или что? Голос, нахуй. Давай. Да, захлёбываешься уже, собака, блядь, слюной. Голос. Ой, какой па... Зубы выбью, блядь. Я маме зубы выбивал. Ты на коленях в Дискорде будешь стоять. Шо это за позорище, блядь? Пиздец. Я только сказал про листочек, он тут же начал про этот листочек сам говорить, блядь. Пиздец. Это ж ебаный NPC. Субтитры сделал DimaTorzok